перед вами шлейф от плазменной матрицы s42axub11 я снимал видео про черные полосы на данной матрице вот у меня появилась уникальная возможность раздербанить матрицу одну и посмотреть что эта хуйня из себя представляет из чего делаю вывод что прошлые видео которые были сняты это полный бред и высосанная из пальца информация то есть просто показалось на деле же что мы имеем мы имеем вот такой вот герметик который нанесен для того чтобы шлейф не отслаивался от стекла переворачиваем сторону вот эту вот он шлейф вот они проводники все это тоненькие тоненькие дорожки вот они идут идут и расходятся вот здесь первое что может быть это может быть отгорание этих вот дорожек проводников где-то вот в этой вот области ну и второе это именно отслоение вот этих вот и таков вот от этих вот и таков то есть здесь шлейф приклеен по принципу жека матрицы по принципу как приклеиваются дисплеи на nokia nokia 100 105 например то есть смотрите она сидит на каком-то клею и смотрите у нас вот даже уже отслаиваются они от нагрева видимо некоторые при отрывании оторвались и стались вот здесь вот далее у нас может быть само стекло дохлая дохлая она может быть таким образом что у нас именно вот в этих вот утоншениях сейчас попробую показать отверткой у нас может быть вот в этих вот местах вот в этих вот быть обгоревшие дорожки здесь они из какого-то напуления если они вот здесь здесь вот где они самые тонкие обгорают темнеют и разрушаются это напоминает вообще клавиатурное напыление как в клавиатурах то есть если вот здесь вот она разрушается это все это не сделать ничего и мне кажется разрушаются именно вот эти вот места потому что вот эти вот шлейфы они особо-то особо-то и не подводят учитывая то что это все сбоку залить это невозможно водой и самое фиговое это то что с этой стороны у нас черная и мы не увидим это надо или отклеивать матрицу или какой-то микроскопической камерой туда лезть чтобы вот это вот увидеть поэтому вот настоящая причина появления черных полос черные горизонтальные полосы в пиксель в несколько пикселей точнее не в пиксель а в строчку несколько строк это вот эти вот участки матрицы эта матрица была просто разбитой здесь полос не было мы видим что здесь участок целый и шлейф тоже был целый то есть ковырять вот этот герметик пробовать что-то греть это все бесполезно я это все пробовал уже и остается только этой матрицы с такими полосками доживать последние деньки а может быть она будет работать и работать до механического повреждения пока ее не стукнут всю всю свою жизнь то есть полосы могли появиться например через пару лет а матрица отработает еще лет пять еще лет десять и хрен ей что будет может быть и такое ну я думаю такие матрицы с полосами тоже имеют маленькую но ценность например кто-то телек если разбивает то это просто донор а если телек показывает полосами его можно использовать как тестовый монитор как какой-нибудь другую дичь который которая должна показывать какую-то информацию издавать звук но на качество чтобы было пофигу не знаю можете свои варианты предложить как можно использовать такие плазменные панели которые пошли полосами но работают и начинка у них целая и матрица у них целая просто полосы есть все такой вот обзорчик такого кусочка матрицы всем пока